Сборная России завтра проводит второй матч на чемпионате мира по футболу. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге. Матч России-Египет, конечно же, одно из главных событий в ближайших недель, потому что стигают две команды примерно одного уровня. И в этом матче, наверное, все-таки будет решаться дальнейшая судьба сбора России на чемпионате мира. Если сборная России выиграет у Египта, тогда, конечно же, у россиян есть шанс довольно весомый. Оказаться впервые за многие годы во втором круге чемпионата мира. Что можно сказать после первого поединка? Конечно, сборная сессия в том плане превзошла, потому что никто не ожидал, что россияне забьют пять голов в воротах Саудовской Аравии. Все-таки матч с Германией-Саудовской Аравией проявила скоростные качества и смотрелась в концовке, особенно с немецкой командой, довольно-таки интересно, можно сказать. С сессиянами, наоборот, концовка была за сборной России. И здесь мы увидели, что все-таки российские футболисты хорошо бегут, иначе они в хорошей физической кондиции. Это как бы такой очень важный момент. И это может быть на руку в матче с Египтом. Конечно, многие интересуются, будет ли играть с Аравией, или не будет. Поэтому, что это один из лучших футболистов мира последнего сезона. Но это было на трудном уровне. Как он себя проявит в сборной Египте, то есть как у него нет там Мане и Фермина, у него пара партнеров в всем другом уровне. А как он проявит себя, и отсюда после травмы в матче с футболистой России, будет ли он вообще играть, это другой вопрос. Здесь еще тоже важный момент, насколько россияне сможет этот кураж, который был в конце матча, когда мы увидели, что все было сковано, первый тайм был такой сложный, не была игра высокого уровня. А в конце, когда Дзюба забил гол, то в принципе мы увидели, что и Головин, и Чедышев, и команда побежала. И если они смогут этот кураж перенести в матч с Египтом, тогда, конечно, они фавориты в матче с Египтом. Будем смотреть, как это все будет происходить, но опять же, Головин себя здорово проявил. Мне кажется, что Дзюба имеет возможность проявить себя с самого начала, потому что Смолов не показал игры высочайшего уровня. Дзюба все-таки, он настоящий мужик, было видно в глазах, что он хочет. Но он хотел, чтобы гол забить, и он забил. Головин великолепная навеса, великолепная техника, один из лучших пока футболистов в турнирах. Конечно, там нельзя сравнивать с Ронагом, понятно, но тем не менее, на том уровне, который сейчас есть в России, я думаю, Головин все-таки лучший игрок, наверное. И Чехов тоже, если он еще сумеет тот запал, который у него был в матче с Караби, тоже показать с Египтом. И, конечно, мы ждем еще Миранчука. Если Миранчук появится в составе, может быть, берегли его по этому матчу. Сложно сказать, почему он не играл в первый матч, но, кажется, Миранчук сыграет в матче с Египтом.